По итогам прошлого года объемы сельхозпроизводства в Верхней Волжье увеличились почти на 15%. Такие данные прозвучали на заседании регионального правительства, где обсудили полевые работы и подготовку к предстоящей уборочной кампании. Подробности у Натальи Чекет. Площадь посевов в регионе в этом году составила 139 тысяч гектаров. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Лидерами по площади посева стали Беженский и Краснохолмский округа, Торжокский район. У нас Тверская область огромная, площади сельхозземель большие. И поэтому при регулярном внимании власти государства к сельскому хозяйству, а сегодня оно просматривается такое внимание, нам есть куда расти. В основном на полях Тверской области выращивают зерновые, зернобобовые и кормовые культуры. Имеется также картофель, овощи, лен и рапс. Мы засеяли 700 гектаров картофеля, это наши уже ранее достигнутые цифры. И порядка 1800 гектаров у нас засеяны яровыми и озимыми культурами. Основная культура это пшеница, яровая и озимая, также есть озимый рожь и яровой и озимый рапс. Аграриям Тверской области региональные власти оказывают содействие. В этом году на поддержку хозяйств было направлено 425 миллионов рублей. Помогает сельхозтоваропроизводителям и льготное кредитование. На сегодня предприятиям АПК с начала года выдано 3,6 миллиарда рублей по сравнению с 2,9 на аналогичный период прошлого года. Существует еще потребность наших заемщиков. До конца года мы планируем еще на краткосрочные цели предоставить 2,1 миллиарда рублей. По итогам прошлого года объем сельхозпроизводства в Верхневолжье увеличился почти на 15%. Глава региона отметил, что от работы сельского хозяйства зависит продовольственная безопасность государства. Важно обеспечить граждан качественной продукцией. Сегодня у нас очень хороший шанс для развития сельского хозяйства, потому что объем потребления, который у нас есть, потребляется внутри, он обеспечивается сегодня нашими российскими сельхозпроизводителями и переработчиками продукции. Поэтому сейчас очень важно бороться за эффективность, то есть максимально делать техническое перевооружение, покупать больше современной техники. Наша задача правительства – это сделать больше материальных вложений в сельское хозяйство, включая финансовые средства, но сделать это исключительно под эффективные процессы, исключительно под техническую и технологическую модернизацию. В регионе идет активная подготовка к уборочной кампании. Предприятие проверяет технику и организует места для хранения урожая. Идет заготовка кормов. Травы скошены на площади более 10 тысяч гектаров. Продолжение следует... Продолжение следует...